Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Астроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Кружка 70 лет простояла в музее Освенцима, пока у неё не отвалилось дно. Вот что оказалось внутри. В легендарном музее Аушвиц-Биркенау хранятся десятки тысяч вещей жертв концлагеря. Владельцы подавляющего большинства этих предметов стали жертвами запущенной нацистами машины смерти. В печах Освенцима нашёл свою судьбу и хозяин кружки, которую на днях начали готовить к выставке работники музея. Люди были сильно удивлены, когда выяснилось, целых 70 лет в донышке сосуда скрывался секрет. За годы металлическая донца кружки окончательно проржавела, но когда оно вывалилось наружу, оказалось, что под тонким слоем железа, находилось секретное отделение. Там, надёжно скрытые от посторонних глаз, лежали кольцо и цепочка. На завёрнутой в холстину цепочке и женском кольце стоит проба 583 с печатью в виде головы рыцаря. Именно такую метку ставили на ювелирные изделия из золота в Польше в период между мировыми войнами. Когда евреев свозили в концлагеря, никто не говорил несчастным, что их везут на убой. Людям говорили о депортации, о том, что на новом месте их ждёт новая жизнь и работа. Вещей разрешали взять очень мало. Расчёт был на то, что бедолаги в любом случае найдут способ взять с собой хоть какие-то ценности. Обычно немцы быстро обнаруживали среди немудрённых пожитков пленников их последнее сокровище, но кружка с секретом оказалась им не по зубам. Лишь проржавевшее со временем дно выдало тайну давно почившего владельца учёным. Тщательность, с которой пленники лагерей прятали свои вещи, указывает на то, что люди прекрасно понимали, их будут беспощадно грабить. С другой стороны, у несчастных похожих всё равно оставалась надежда на лучшее будущее. В противном случае еврейские семьи бы попросту сдались на милость судьбы, не придумывая никаких хитростей. Теперь драгоценности мертвеца тоже окажутся на выставке. Работники музея уверены, бывший владелец вещей всерьёз рассчитывал, что у него получится покинуть лагерь живым. Увы, несчастный так навсегда и остался в Освенциме. Это всё, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!